Приветствую вас! Ну, смотрите, во-первых, я полагаю, что одна из ключевых тонкостей вашего положения является то, что вы считаете, именно считаете, что с вами что-то не так. То есть это вот именно такой ключевой мировоззренческий момент, потому что не с вами что-то не так, а есть конфликт, конфликт между тем, что вы делаете, тем, что вы хотите, например, и тем, что по итогу есть у вас. Знаете, то есть цели есть? Да, цели есть. Как правильно вот сказала моя коллега. А чего хотите? Вот конкретно какие у вас есть именно желания. Ведь вряд ли вы будете опрытать тот факт, что если бы вы хотели, что уже добились бы всего, 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 что хотели бы вообще добились. А раз не добились, значит, либо не хотите, либо есть какие-то еще процессы, более глубокие, более глубинные процессы, скажем так. Так, мне 27 лет, замужем больше года, я безработный, обеспечивает муж. Ну вот, смотрите. Тут вот есть уже противоречия небольшого. То есть, что значит, я безработная? Вы не хотите работать? Может быть. В это, в это верю. Что-то вы безработная, то есть в плане того, что не можете найти работу. В это верится с трудом, к сожалению. Потому что работы много. Работа есть. Желание работать, стимулы работать. Нет. Ладно. Так что здесь вот уже идет, как бы, такая немного жертвенная позиция. Да? Тут обеспечивают муж. Но ведь вы сами позволили, позволили мужу себя обеспечивать. Правильно? Сами же позволили обеспечивать. Никто не доставлял вас. Да, вы с мужем поехали, за мужем, точнее, поехали в другой город. Но это был также ваш выбор. Решение делать это, то есть решение ехать за мужем, принималось так желанно. Согласитесь? И раз вы, значит, ну, раз вы это решение приняли, значит, наверное, вы на что-то рассчитывали. Наверное, вы чего-то хотели, чего-то ожидали. На что-то надеялись. И так далее. Вопрос заключается в том, на что вы рассчитывали, чего вы ожидали, чего хотели. Вот. И хотели ли. Вообще. Потому что момент это, вот он, очень важный. Дальше. Домашняя работа сильно не применена. Ну, здесь, знаете, вот не побоюсь этого слова, да, здесь есть какое-то оценочное суждение, я бы сказал. Что это, что это значит, что сильно не обременены. Вам нравится самой то, что вы делаете? Вам нравится самой, как обстоят дела? Вам нравится самый объём работы, которую вы делаете по дому. Потому что не сильно обременена, это скорее такое, знаете, оценочное суждение. Дальше, так, новые возможности, в том числе и материальные, но вот только этими возможностями я не пользуюсь. А почему не пользуетесь? Почему не пользуюсь? Не пользуйтесь. Ведь не случайно же не пользуетесь вы новыми возможностями? Не случайно. Если не пользуетесь, значит нет для этого стимула. Стимула пользоваться возможностями нет. Уга. Ну, это, конечно, поражает в свою очередь вопрос о том, а какой, собственно, должен быть тогда стимул, да, то какой стимул вам нужен. Но это вопрос уже немножечко другого характера, другого плана. Вопрос. Вот этот вопрос как бы он, ну, не совсем к месту здесь. Потому что, что именно вас стимулирует, что именно вам нравится, что, ааа, что блокирует стимул, что наоборот его, нофу, ноу, развивает. Это нужно выяснять, с этим нужно работать. Понимаете? Понимаете? Вот. Так что, это вопрос. Год прошел в пеленении от ложных дел по борьбе с пылью в углах. То есть, есть какая-то, видимо, потребность в том, чтобы была чистота, в, ну, в доме, в квартире. Ну, соответственно, возникает вопрос, сразу, возникает вопрос. Насколько чистота для вас вообще важна? Да? Ну. Думаете ли вы, считаете ли вы, что борьба с чистотой была случайной? Или, все-таки, есть какая-то выгода, выгода вам, именно вам есть какая-то выгода в том, что происходит? Ну, то есть, выгода есть какая-то в том, что вы тратите время на борьбу с чистотой. Вот. Это нужно изучить, потому что, я более чем уверен, я более чем уверен, что это не случайно, что вы год потратили на борьбу с пылью. Вот. Я более чем в этом уверен. Но, естественно, чтобы раскрыть это, чтобы раскрыть это более подробно, нужно, естественно, анализ, нужно анализировать. Вот. Потому что, по-другому здесь не сделать. Дальше. Так. Значит, пеленение, оплодных дел по борьбе с пылью в углах. Деградация близка. Значит, смотрите. Вы сделали цель своей жизни сейчас борьбу с пылью в углах. Почему-то это вам стало важно. И далее вы обвиняете себя в деградации. Ну, то есть, как бы, как бы, ну, говорите, что деградация близка. Но, кто это сказал? Опять вы, как будто, со стороны себя оцениваете. Вот. Знаете, какая история? И это тоже не случайно, на мой взгляд. То есть, вы делаете это не случайно. Вам это нужно для чего-то. Возможно, именно вот в этом и кроется ваша проблема. Что постоянно вы чувствуете необходимость. У нас это, ну, что-то делать, да? А дело не получается. Вот. Вот. И здесь вопрос ещё раз. Вопрос мотивации. Да, вопрос мотивации. Это вопрос того, насколько вы отдаёте отсчёт себе в своих желаниях. Так? То есть, где они, мои желания? Где они? Где они? Где то, чего я действительно, действительно хочу? Вот. Понимаете? То есть, хочу ли я, например, брать своё время на борьбу с пылью? Если да, то сколько? Хочу ли я, например, работать? Если да, то сколько? То есть, вот это вот некая такая инвентаризация, может быть, своих ресурсов, да? Она пойдёт на пользу вам, если вы, конечно, решите именно этим заниматься с психологом. Вот. Потому что одна, я полагаю, вы не разберётесь с этим. Дальше. Есть профессия, в которой хочу развиваться. Но опять же, насколько это соответствует вашим желаниям, вашим способностям, вашим предпочтениям, вашим ценностям. Вот что важно. Понимаете? То есть, критерии нужны, нужны критерии выбора работы, критерии выбора профессии. Понимаете? Потому что, ну, вот вам 27 лет, да, вам 27 лет. А вы, ну, я так полагаю, да, что работали. Ну, наверное, я так думаю, что вы работали. Вот. Соответственно, если вы работали, вот, если вы работали, то вы сделали паузу в своей работе. И если вы сделали паузу в своей работе, то она, эта пауза была всем-то обусловлена. Я не думаю, что эта пауза обусловлена, там, грубо говоря, замужеством, там, появлением мужа и так далее. Нет. Это всё история не про, ну, не про, не про других людей. Это история про вас. Про нас. Это история про вас. Про ваши желания. Про ваши чувства. Про ваши переживания. Про ваши, про вашу позицию. Про ваш выбор. Вот. Понимаете? То есть, тут вот такой очень важный момент. На который вам, на мой взгляд, стоит обратить самое пристальное внимание. Вот. Хочу развиваться в профессии. А для чего я хочу развиваться в профессии? Чтобы что. Я хочу развиваться в профессии, чтобы что. Да? Вот. Ну, то есть, согласитесь, это довольно такие, такие простые аспекты. И суммируя всё вообще сказанное, суммируя всё вообще сказанное, можно, в общем-то, сделать такой достаточно несложный выбор. Несложный вывод, точно не выбор, а вывод, на мой взгляд, что, смотрите, либо вы не доиграли в детстве, либо у вас в детстве было, ну, чересчур много ответственности, и вы не жили, по сути, для себя. Вот. Либо вы постоянно испытывали давление и испытываете, возможно, только уже такое, знаете, фантомное давление, значит, своих, ну, родителей, своих родительских фигур, с их, ну, с их пониманием того, что, ну, что вы должны делать, что вам надо. Вот. И так далее. Либо вы постоянно толкали, да и, в общем-то, толкаете себя, продолжаете толкать себя, куда-то вот в сторону каких-то высот, при этом даже не давая себе отдохнуть. Вот, из-за того, что вы не даете себе расслабиться, из-за того, что вы не даете себе прогрессировать немножко, порелаксироваться немного. Вот. Из-за этого возникает такая вот сложность, что вы, по сути, не хотите ничего делать. Вот. Мотивацию вашу в любом случае что-то перебивает. Вот. А-а-а-а-а-м... Значит... Что-то перебивает вашу мотивацию. Вот. Что-то её перебивает. Либо это чужая мотивация, ну, чужое, чужие желания, вот, которые вы считаете вашими. Либо, наоборот, мотивация есть ложные, ложные желания не ваши, а перебивают их ваши собственные. Вот. С этим нужно разбираться. Опять же, с этим нужно работать. Вот. Вот, в принципе, то, что можно сейчас рассказать. Вот. Что с вами не так? Да ничего с вами не так. Просто запутались немножечко в своих желаниях, в своих потребностях. То есть, как бы, не определяете, где вы, где родители, где надо, где я хочу, где могу. Вот. Ну, ничего страшного. Вот. Всему этому можно вас научить, можно вас научить достаточно легко, если вы хотите этим заниматься, если хотите исправить, ну, то есть, даже не исправить, а раскрыть себя, раскрыть свой потенциал. Вот. То все это можно сделать и достаточно быстро. Вот. Ну, если будет с вашей, с вашей стороны желание делать, что вы будете выкладываться, да, то, ну, как бы, стараться будете, то все будет. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Значит, если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.